Сегодня мы встретились с моим другом Александром. Вам расскажем про оружие. Где маты будут, я буду вырезать и вставлять. Просто драйвер-лайсенс или простое ID и гринкарта. Второй мой опыт был, это я пришел, купил себе дробовик. Опять же, мы передернем, достанем это пустой пистолет. Могу об этом говорить часами, будто не можешь снимать ничего. Я такой же простой Саша. Ясно, как я все это должен записывать? Это будет, поверь мне, это будет феноменально. Это автомата Калашникова. Патроны, опять же, рожки все заражены. Любые вопросы, если вы хотите, чтобы эта рубрика продолжалась, напишите хэштег Саня Ган. Если ты еще не подписан, то мы идем к себе. Запомни меня, потому что, возможно, мое лицо последнее что-то вижу. Товарищи призывники, надо понимать всю глубину наших глубин. Военные, а нам оружие дадут? 335. Привет, друзья, меня зовут Валера, и с вами видеоблог сибирского парня из США, как вы уже поняли. Продолжаем рубрику «Выходные дальнобойщика». Кстати, если вы считаете, что дальнобойщик живет только в будке, только в машине, то вы можете посмотреть мой видеоблог, и жизнь абсолютно не скучная, потому что жизнь не зависит от твоей профессии, а зависит от того, какой ты человек на самом деле. Сегодня мы встретились с моим другом Александром, и мы сегодня вам расскажем про оружие. Александр увлекается оружием уже давно, это его хобби, это его любимое дело, это его дело жизни, и мы сегодня с вами поговорим об этом. Сейчас возьмем кофе тогда и осветим основные вопросы, касающиеся оружия, приобретения оружия, ношения оружия, ситуации с оружием в США. Так, начнем, друзья. Значит, что касательно оружия, первый вопрос, который интересует всех, что нужно, чтобы купить оружие? Вот, например, я пошел в оружейный магазин, хочу купить пистолет, что мне нужно иметь? Окей, это все зависит от того, или ты citizen, как гражданин США, или нет. Если ты, к примеру, вот мой первый приобретенный опыт, это был, когда у меня была грин-карта, и я пришел в вооруженный магазин, потому что, ну, всю жизнь я этим занимался, и мне интересно было, вот, неужели я могу себе приобрести пистолет? И я пришел в магазин с грин-картой, и они мне говорят, они взяли копию моего драйвер-лайсенса, взяли копию моей грин-карты, отправили, говорят, мы сейчас позвоним, узнаем, что у нас происходит, то есть background check они делают, то есть, либо у тебя какой-то ракорд есть, что-то ты незаконное сделал, но так как, поскольку это грин-карта, это занимает намного дольше процесс, чем citizen, я пришел, заполнился бумаги, через полтора часа мне позвонили, говорят, у тебя все хорошо, все нормально, я пришел и получил свой первый пистолет, все. То есть они не требуют справки медицинской, не требуют ничего, и это на самом деле смешно, поскольку, все, просто драйвер-лайсенс или простое ID и грин-карта, все, полтора часа, готово, все, у тебя ты чистый, все красиво, я пришел, забрал пистолет, все. Если ты citizen, это две минуты. А, то есть если ты citizen, то они открывают базу, проверяют в базе. Нет, ты просто пришел, дал драйвер-лайсенс, они заходят на полицейский учет, смотрят, у тебя ничего нету, и тебе продают оружие, две минуты и готово, все. То есть если у тебя citizenship, все, то есть это две минуты, и все, и ты получил пистолет. Если вдруг пришел человек, у которого туристическая или студенческая виза, то все, оружие тебе не продадут. Нет, не продадут, поскольку ты должен быть либо грин-карт-холдер, что жительство, резидент, да, резидентки, либо у тебя должна быть уже citizenship, то есть ты гражданин, гражданину вообще проблемно. Хорошо, вот ты купил оружие, что нужно, чтобы иметь право его возить? Вот ты купил его, взял, тебе ты сел в машину с ним, как ты должен его положить в машину, и как ты должен его возить в машину? Это, это все зависит от того, у человека есть разрешение на ношение оружия или нету. К примеру, разрешение, чтобы получить оружие, это concealed carry license. В Филадельфии, вот мы живем в Пенсильвании, это занимает срок в 45 дней. Все, что тебе надо, тебе надо заполнить аппликацию, 20 или 30 долларов тебе надо дать на, там, у них какой-то полицейский учет, куда-то какой-то там номер, они тебе дают, и ты это отправляешь. И тебе дается просто, ты даешь ID или driver license, ты даешь им эту аппликацию, даешь 20 баксов, и все, тебе по-финету. И это занимает в течение 45 дней, они рассматривают твое дело, а потом они тебе домой, уже на твой домашний адрес присылают concealed carry license. То есть ты уже можешь в закрытую, ты можешь носить. Но, к примеру, я живу в Чалфанте, у нас есть шлифовский департамент, который выдает concealed carry license. Если ты живешь не в Филадельфии, ты приезжаешь к ним, ты им даешь все бумаги, угадай, 2 минуты, и все, и готово, да? 2 минуты тебе уже печатают concealed carry license. В Филадельфии это занимает 45 дней, в каунте это занимает 2 минуты. Точно так же, как и приобретение пистолета занимает полтора часа. Мой первый опыт был, это было полтора часа, то есть у меня еще 4 единицы. Второй мой опыт был, это я пришел, купил себе дробовик, помнишь, мы по тарелкам стреляли. 300 баксов и занял не полтора часа, а час уже. И потом, когда я приходил, я своему отцу на день рождения подаю пистолет свой, а себе приобрел новый, вот, кстати, Глок-19х, последняя модификация, которая была сделана для армии США. К сожалению, они тендер не выиграли, но по-любому пистолет... В течение примерно двух месяцев разрешение на ношение можно сделать, и тогда ты можешь носить с собой и возить в машине оружие, так? Да, но просто тоже, опять же, когда у тебя есть разрешение на ношение, когда полицейский, к примеру, перед тем, как тебя остановить, он пробивает твою базу данных, он знает уже, что у тебя есть разрешение на ношение. И поэтому, когда он подойдет, он просто тебя спросит один вопрос, говорит, где оружие? То есть, когда он пробивает твой номер машины, твой лайсенс-плейт, он находит какой-то человек, у него сразу отображается, что на этом человеке зарегистрировано. Да, уже, если у тебя есть консилки-райсенс, то человек уже сразу узнает, полицейский уже сразу знает, что у тебя есть. Это лицензия на ношение. То есть, он не знает, на тебе есть оружие или нет. Вот мы купили оружие, мы сделали за два месяца разрешение на его наношение. ты можешь его, кстати, сделать без покупки оружия, то есть ты можешь оформить себе, да, ты можешь себе просто оформить разрешение, и ты можешь просто без этого носить. Так, дальше, чтобы хранить оружие дома, что нужно? Я слышал, что нужен сейф там, или как-то ты можешь, как хранить? В первую очередь, самое главное, перед покупкой оружия, что я говорю многим людям, вот у меня была ситуация, я пришел в ТИР, в котором я часто занимаюсь, я пришел к ним, и я увидел паренька русскоговорящего, который, кстати, хотел, приобрел уже пистолет, и он такой говорит у человека, который ему продает пистолет, а как мне его везти, а что мне делать с этим и с тем? Я подхожу к парню и говорю, слушай, дружище, я понимаю все, но говорю, какой черт ты себе приобретаешь оружие, ты не знаешь, что с ним делать? Он такой, ну, понимаете, я живу тоже, у нас в Нурдесе, при том, что у нас район довольно-таки спокойно, он такой, типа, ну, приобретаю просто, чтобы дома лежал, я говорю, то есть ты приобретаешь оружие, не зная ничего оружия, никогда не занимаясь этим, ты не знаешь законы, правила, даже стрельбу саму он, по сути, по сходу тебе знал, он такой вот был, о, мама, я ботан, я его спрашиваю, то есть ты приобрел оружие для чего? Он говорит, для самообороны, я говорю, да, не проблема, говорю, но ты знаешь, как ним пользоваться, он говорит, ну, что-то, где-то, как-то, я говорю, дружище, если ты приобретаешь в себя оружие, первая вещь, которую ты должен запомнить, в случае необходимости доготового человека. То есть если ты приобретаешь оружие, в первую очередь, и ты неопытный, в первую очередь, оно будет применено как раз против тебя. Вот именно, нету опыта, нету опыта работы с оружием, оружие это инструмент, само оружие это человек. То есть у меня опыт уже есть, потому что я начал от человека, который просто купил себе пистолет для самообороны, я дошел до потом стрелковой, как спортивной стрельбы, а потом я дошел до ТРТ, кстати, ТРТ, это у нас тактиковый спанс тренинг, это тактическая группа реагирования. Объясню, что это такое, то есть нас, конечно же, никак не вызывают ни на какие-то, то есть мы не работаем с полицией, то есть это просто как хобби, но в случае, если что-то произойдет в нашем государстве, в нашем штате, вот как, к примеру, сейчас коронавирус, там закрытая форма эпидемии, и люди все изолированы, там кто-то должен производить какие-то операции, имеется в виду там эскорт личного персонала, который очень важный, или еще что-то, в случае, если что-то произойдет в США, в нашем штате, в такой, этот, мы такая группа, которая будет на это реагировать. То есть там разные типы тренировок есть, как я говорил, у меня был знакомый, который на восьмерке, к сожалению, разбился, но есть клиренс, то есть зачистка здания, то есть все зависит от ситуации, перед каждой тренировкой нам рассказывают нашу миссию, то есть нам рассказывают, вы группа по зачистке, не имеет значения, что вы делаете, вы заходите в здание, каждый, кого вы увидите, ликвидировать. Все, мы заходим, мы это делаем, то есть мы работаем как группа, то есть есть в двойке, в четверке, есть шесть человек, мы в основном работаем в четверке, а есть, к примеру, там сценарий нам рассказывают, нам рассказывают, то есть есть заложник, то есть мы уже работаем совсем по-другому. Окей, все это очень интересно, я уверен, что мы с Саньком будем снимать сериал по этой теме. Это срежем, срежем. Вернемся, нет, все очень интересно, вернемся к простому вопросу, сейф надо иметь дома, чтобы хранить руль? Обязательно. Обязательно. Любой, если у тебя пистолет, он просто может в тумбочке лежать? Нет, нет, во-первых, это всегда же безопасность, опять же, у тебя есть ребенок дома, это надо. А может иметь доступ к ящику? То есть есть ящики на комбинацию, есть ящик на быстрое эрегирование, очень много людей, кстати. Окей, а кто это проверяет, как ты хранишь? Никто, никто никогда не проверит, просто проблема в том, что кто-то может добраться к этому, и честно, ты никогда не хочешь, чтобы твой пистолет оказался неправильным. Понятно, это куча фильмов есть. Если вы приобретаете уже пистолет, стоит взять себе серию, поскольку это не такое дорогое удовольствие. В Америке, скажем, средняя цена пистолета стоит, ну, скажем, такой стандартный ГЛОК. Самая распространенная компания, кстати, 33 года в бизнесе, зарабатывает первое и второе место по продажам. Все оперативники, именно спецгрупп, военные предпочитают только ГЛОК. И сколько стоит, если вот я пришел купить и скажу, что я вот новичок в этом деле, какой вы мне посоветуете ГЛОК, то есть какой калибр это и какая стоимость? Самое распространенное, что тебе посоветуют в магазине, это, скорее всего, ГЛОК 19 четвертого или пятого поколения, который стреляет 9х19 калибр. Это самый распространенный ГЛОК. Мы сейчас вам покажем, кстати, как мы ездили на стрельбище, там как раз мы стреляли из разного оружия. Это просто стрельба любительская. Мы на мой день рождения поехали пострелять с ребятами. Да, в горах Покона, в прекрасных местах, горы, лес, озера, это супер места в Пенсильвании, чуть-чуть вглубь Пенсильвании. Кто не любит жить в городе, эти места для вас. Для вас, это точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА